Это история о том, как сотрудники прокуратуры помогли простой тверской семье в непростой жизненной ситуации. Если б не прокуратура, ничего бы мы не добились. О беде в своей семье рассказывает Екатерина Смолинова, пенсионерка, инвалид третьей группы. Два года, я сколько слез пролила, а как придет этот отказ? Я тут рыдала вообще, не знаю, как, чем девочке помочь? В этих письмах в различные инстанции просьба о помощи внучке Екатерины Петровны. У 21-летней девушки, студентки бюджетного факультета Московского вуза и ее 12-летней сестры, 24 февраля 2021 года скоропостижно умирает отец. Пандемия унесла жизнь молодого еще мужчины, а перед тем лишила его бизнеса в связи с действующими санитарно-эпидемиологическими ограничениями. Мужчина встал на учет в службу занятости, но при этом подрабатывал для обеспечения своей семьи. Так вот, старшей дочери скончавшегося мужчины в назначении страховой пенсии по случаю потери кормильца было отказано. Кто отказывал конкретно? Конкретно пенсионный фонд отказывал. Чем руководствовали отказом? Что он не работал? Что он не работал, что он не мог задержать семью. Что это все неофициально, это нигде не доказано, что он задержал семью. А на самом деле ИП ликвидировалось в момент пандемии? Да, на самом деле да, вот пришлось. И он стоял на учете как безработный? Да, стоял на учете как безработный. Пенсионный фонд увидел отсутствие факта нахождения студентки на иждивении отца. Младшей дочери дали, а старшей, 18 лет, сказали, что надо доказывать, что он ее содержал. Но она училась в дневном отделении государственного вуза. У нее занятия были. Там она подрабатывать нигде не смогла. У нее занятия даже по субботам она занималась. В прокуратуру Заводского района в марте 2021 года обратилась жительница местная, 22-летняя. Суть ее обращения была, это незаконный отказ в назначении пенсии по потере кормильца. Мы проверили законность принятого органом, территориальным отделом пенсионного фонда. Это решение об отказе в предоставлении этой указанной пенсии. В ходе проверки прокуратурой установлено, что основным источником дохода в семье всегда был заработок мужа. Ежемесячный доход его супруги, бюджетницы, составлял 25 тысяч рублей. Отец оплачивал старшей дочери подготовительные курсы, а затем проживание в Москве. Выяснилось, что решение, принятое территориальным отделом пенсионного фонда, незаконное, поскольку было обусловлено тем, что отец заявительницы не имел постоянного источника дохода. Вместе с тем, из требований пенсионного законодательства следует, что эти доходы могут быть не только заработком, но и материальным содержанием, оказанием помощи, совместным проживанием. Мы обратились в интересах заявительницы в суд. Первоначально суд в удовлетворении требований отказал, но после обжалования судом апелляционной инстанции принято решение об удовлетворении искалых требований, об отмене решения суда первой инстанции. Решение принято областным судом в октябре 22-го года. Справедливость восторжествовала. Почти перед самым новым, 2023 годом, девушка получила причитающиеся ей выплаты с необходимым перерасчетом. А это без малого 200 тысяч рублей. Внимательно относимся к каждому обращению, смотрим. Если есть основания для нашего реагирования, вмешательства, конечно, мы всегда отставим права граждан. История этой семьи, возможно, кому-то послужит примером. Не молчите о своих проблемах, не сдавайтесь на милость бюрократической волокиты. Пытайтесь бороться за свои права. В нашем государстве есть кому эти права защищать.